всем привет снова в гостях у брата и сегодня мы посвящаем этот замечательный обзор 800 подписчиков на моем канале да конечно тот момент когда обзор выйдет уже там ну сейчас на данный момент уже 814 где-то 815 ну ну что ничего страшного мне простите за задержку все-таки отдых был и время было жаркое не до виски было и я решил посетить его вот такому замечательному виски ледит архив 21 год спасибо моему подписчику андрею который предоставил мне данный атлевант но атлевант в смысле не то что махих пузырьках этого тот ливан тут целиковая получается тогда я что меньше уже но это первый обзор будет на виски на напиток который я открываю не с момента покупки и уже довольно хорошо постоявший и так погнали коробочка ну тут сверху массивная она тяжелый кстати поверьте поймете почему она глинкерны вот такая седу незрачная коробочка казалось бы но это всего лишь только с виду это всего лишь оболочка как сказать киндер сюрприз еще внутри коробочка есть тут еще пасетик коробка деревянная уберем как шкатулочка утереть интересный дизайн наклеечку если вы сделано она конечно срывается но тут все-таки акцизы на заклеится и сам процесс открытия многим понравится дома это выглядит дорого богато очень мощный кейс и такой прям по на ощупь даже заза барх шершавый такой как на веках дерево точно очень толстое дерево тут они пожалели дерево на запах дерево пошел конкретно даже молодцы тут ну и стандартная бутылка соответственно или чтобы вытащить его не надо выдергивать может здесь есть крышечка такой дырочкой приподнимаете так раз сюда и аккуратно вот так вот здесь у меня отлетело ладно и вот такой деревянный в основном вес имеет вот это вот дерево вот вы видите по толщине она очень массивная и здесь вот сделан фиксатор мне же здесь фиксатор сделал не заводили вам для бутылки чтобы можно было вот это гнездо и она не будет болтыхаться там внутри с кого-то уже дизайн мини-минибар на коробочку полюбовались думаем мало кому интересно уверен я но я может наш готова поставить но что мы в кадре смотреться ну и сам бутылочка стандартный дизайн симпатичный фольгированная было я вам уже как говорил брендированная пробочка но фольга и пробка тоже брендированная 43 градуса номер бутылки здесь стоит 1016 п про тут шотландский 21 год 43 градуса алкоголя здесь какие вообще по бутылочке ближе к шантландским таким вкусом их не более строгое такое дата розу кому интересно это 4 10 2017 то есть довольно-таки уже старая и он уже когда я уже говорил подышал сама пробка деревянная и из настоящей коры пробкового дерева сделано нальем как говорится я немножко прочту информацию о нем чтобы хоть какое-то понятие иметь ухо аромат какой нифига сразу как быстро разносится каплю ценную пролил я хулиган нехороший человек редиск не обиделся не как всегда нормально что-то на класс алмаз ну и память у меня нет поэтому думаю ничего сразу прочитаю и так медлевит 21 год это шон коннери в мире виски зрелый сексуальный богатый с прекрасными манерами насладитесь и в завершении долгого успешного дня просто не торопитесь вкусите удовольствие как следует с чувством толком расстановкой это сказал джон ханселл из молд адвокат магазин и так глин левит 21 год элегантно невероятно сложный с интригующим моментом виски и калейдоскопом оттенков вкуса и аромата представлен в оригинальной деревянной коробке как я уже показывал виски способен удивить искушенных за такой формы и содержанием или 21 год производится в ограниченном количестве в особенных маленьких бочках отсортированных вручную барики тестируются на соответствие запаху в целях достижения требуемого букета будущего виски соответственно каждая бочка уникальна и тщательно отобрана значительный объем спиртов нужной выдержки накапливается исключительно редко к розливу допускаются только лучшие образцы сложная комбинация различных типов бочек в том числе я нескольких типов дубов бочек и бочка из-под хереса определяет богатство и насыщенность вкуса виски и бесконечно тепло послевкусие будущего напитка то есть получается смотри как что он выдерживается не в одной-то бочке и замыли получения за финише да на финише он в этом в бочке из-под хереса но это конечно естественно надо обогатеть это конечно я честно не знал 21 год как-никак надо как-то их занять чем-то виски тут добавили краситель в него написано и сахарный колер здесь есть нем мусор годности у него соответственно не ограничены исправен хранить но вообще знаете если вы хотели бы сохранить бутылку вот я узнавал у своего знакомого который там мир богатый опыт напитках он говорит что если ты хочешь сохранить напиток подольше не больник не обязательно виски коньяк крепкий вот вот так вот как у меня здесь есть его хранить нельзя ведь и сколько воздуха здесь остается бутылки то есть это воздух это весь он будет портить на вот и соответствие его или надо выпивать сейчас сегодня меньше посудим или перелить меньшую тару чтобы воздуха было ну минимально чем меньше тем лучше тем должен был храниться не а так как некоторые говорят это маркетинговый ход у типа у долго нельзя хранить он там будет портиться там ранее конечно это чтобы вы покупали чтобы раскошелить вас друзья можно больше на это обычно говорят в магазинах соответственно те кто знает на самом деле как хранится виски соответственно не скажут вот я вам такой секрет рассказал ну и соответственно немножечко сейчас прочту про сам блин ливит кстати он получил очень много медалей именно данный 21 годний 21-летний золотая медаль за звание выдающейся виски на international wine and spirits competition 12 году золотой медаль и статус лучший в классе на international wine and spirits competition в одиннадцатом году серебряная медаль на international spirits челлендж в 2011-12 годах золотой медаль на сан-франциско world spirits competition 2011 года и золотая медаль за скотч виски мастерс 12 год блин вообще считается второй в мире по объемам продаж односодовой виски который поставляется на рынок объем примерно 6 миллионов бутылок в год домики бароши объем объем на мировых масштабах наверное притык практически если именно все если все брать им вообще все глин ливит который они пускались это касается именно их производства на 6 миллионов то это притык мне кажется к миру смотри сколько людей мире ну миллиард 8 уже уже можно примерно миллиарда 5 где-то в мире людей верить они от 7 точно уже даже больше но конечно граница садись коннесированы пишите в комментариях познания но но никто не видит считаете что даже 10 процентов населения могут не попробовать его так и так для нет является сам продаваемым виски в сша занимает четвертое место великобритании семью процентами доли рынка и один из старейших шотландии завод был построен 1824 году джорджем смитом фермером и знатоком латинского языка и архитектуры он был первым среди веноделов кто подал заявки на получение официальной лицензии производства виски ну и создается сейчас зал представить достаточно широкую линейку продукции включающие 7 релизов я уже пробовал глин ливит на дура конечно тоже пробовал он конечно с характером те кто не любит крепкие и тоже он в бочке с под херес выдерживался он конечно же не зайдет его я могу пить только или со льдом что конечно же нежелательно либо просто охладив довольно-таки до приемлемой температуры ну и хватит пожалуй информации приступим это все друзья ради вас спасибо что подписывайтесь и комментируете ну и соответственно не знаю получится ли у вас достать такой напиток сейчас цена на него мы смотрели вот буквально сегодня минимального сам дешевом магазине в москве примерно 26 половиной тысяч цена на него дорогой самый я смотрел 34 или 35 это цена у него 34 как совсем очень много но это вот я смотрю по цене и на которые более-менее доступны более-менее но относительно конечно не каждый доступ и так маслянистый маслянистый цвет такой каштановый цвет темно-соломенный ближе уже коричневый коньяков не он бурбон мы спили этот это уайт байл токи бурбоном но это тащите мне мне кажется немножечко ножки сползать не хотят не желает мне есть он застали на него не застыли всего на увидеть плотненько очень консистенция честно говоря даже не знаю я-то его пробовал принципе чуть-чуть совсем но давно уже забыл что это такое но приступим к аромату даже нашим подписчикам узнать что он себе представить даже на расстоянии вот на таком я уже слышу бочка дубовая бочка и мягкий нежный медовый сладкая груша здесь слышно орехи здесь я не слышу привычного для виски солода я здесь его не слышал как-то зовут завалирован бочка да вообще по вкусу и по запаху немножечко это вот конечно обманывает меня мозг вот тут чуть коньячком отдает кабину обманывать мозг но тут он до теряешься так как немножечко очень интересно да мы можем не до дня постичь до конца его всю вкус ароматику тем более сколько людей столько и мнений но такое рисковато чуются это брутальность по даже уже на запах чуются резкость есть но она видна разглаживается туда-то все сбалансировано как то все сглажена и минуту бочка это сладкая груша это какой-то кита солдые оттенки даже если есть то они где-то отдать в отдалении в ароматах не слышу здесь вот ваниль орех но вот карамельный нот это скорее всего дает все таки да ну все это дает херес красиво мне в оседине не века сети это бочки до херес вот от всей тематика но больше тут не обычно тут не кажется ну как говоришь чуть такая скажем приземленно менее не сильно выраженная но она есть прям чувствуется мы-то пробуется в хересной бочки уже сколько напитков много но здесь она какая-то другая здесь я не могу сказать я не спец по бочкам конечно здесь необычная какая-то бочка я теряю любви не знаю как современный релиз но этот релиз это вот если сравнить с того что ты пробовал вообще есть что-то похожее мне здесь чисто первое впечатление что даже вот на запах брутальный этот предподготавливает сам запах подготавливать к тому что будет напиток брутально то есть по запаху ждет что-то необычное что это будет не просто какой-то лайтовый там знаешь там пяти семилетний или чего-нибудь очуется вот эту мощь это вот немного забегая вперед друзья подписывайтесь рекомендуйте своим друзьям впереди будет на тысячу подписчиков я думаю что мы достигнем это результата youtube не заблокировать надеюсь будет такой напитка который я думаю сумки потекут даже у тех кто не любит вообще напиток крепкий вообще напиток но это немножко спойлер привет там будет да там будет просто что-то нечто необыкновенное классно вообще приятно очень бархатный он вот сейчас еще чем больше выходит тем вкуснее чувствуется вообще несмотря на то что он уже постоял какой-то ну как я говорю вот именно в бокале поэтому смаковать аромат хотя вы не хочешь да да вот хочется именно нанюхаться сначала и он да как и говорилось вот в письме то что я читал если он хочет насладиться и всеми ароматами хочется насладиться не парфюм свой мужской парфюм да вот лучше не поймут у меня есть парфюм который за эти виски чего-то да но он все тот скажет и наверно там пригубил что-то перед работой начальник начальник самая любит прибудить присутствует здесь еще так и есть какая-то солома здесь вот этот дынка можете тут такой вот а этот что-то копченое может что там копченое такое копченое возможно да что-то убиваться но говорю что это и лучше для обженая что-то такое яблоки печеные яблоки это печеный аромат копченое что-то такое да но все мы так хотели уже стола давай за вас подписали подписывайтесь и комментируйте ваше мнение высказывайте я все читаю стараюсь ответить всем 1 глоток конечно рецепторы у кокоша окончательно приятнее гранту возраст ощущается на первый глоток жар бьет сразу язык обожгло дома уже прям обжигает хорошенько быстро сковался рецепторы и внук утировал их сразу после 1 глотка мне уже даже язык заплетается это он анимел язык просто анимел до такой степени прям выстрел прям с гаубицей все вообще у меня все небо не анимел но и обжигает еще чуть-чуть знаешь вот такое приятно но сила чувствуется конечно все-таки выдержка мед бочка и сладкая груша но в то же время спиртуоза такая есть легкая но легкая очень да то есть для 43 до 43 градуса я 43 скажем вообще нужно будет посильнее ну кому как у каждого поскольку не кажется что бочка хересная дает вот эти я говорю что бочка вот это херес на на игру что подготавливал это запах то что я нанюхал я и попробовал то же самое по сути подготавливать да кстати он тут аромат на какого сильно и изменился да то что вот мы как бы нанюхались то и мы попробовали как это наркота обычно по дороге ну уж не надо и все типа готов я тоже самое вообще но первого драма и обжигает понятное дело потом кое-то смело 1 2 не башня 2 глоточек давать за 800 подписчиков подписывайтесь мягкий до первого то маслянистый не тот второй это было тут уже раскрывается вот эти как раз но тут этих фруктов сушеных значит вот так у орехов я точно не по ним не знаю но возможно здесь какой-то кленовый это есть тема клёна что-то не тут и чисто бочка она выграет бочку до играет очень интересно то есть еще я сказал немножко сложного там определить что здесь чуется здесь большой букет где хороший большой букет всяких вкусов но тяжело ловить его же тонкости эти можем не услышать просто на это мы разная мы их ощущаем то есть не знаем их ощущаем что это я скажу нет очень вкусно то что тут я попробовал вкусно не мой с вами там с милим лоусон там было не будем мы до если даже стране с глин ливит на долю это вот прям реально вот как вот ты говоришь вкусняшка на грязь вкусняшка можно сейчас я услышал солодовые ноты пошли зерновые солодовые ноты слышны и они же мне кажется перетекают в этом во вкус я причем во вкусе они прям трансформируются и появляются вот это вот необычное то что мы теряемся в догадках просто не можно здесь чисто сама все брутально вот эта мощная штука прямо на уже якобы такой немножко скажу по 3 посмотрим как он сейчас покажется на совсем чуть-чуть согласно глотком он нежнее и нежнее мы все равно вот этот мощным брутально штука немножко конечно это дает о себе ну да язык то есть скажу если вот так вот это грубо говоря еще столько же и все потом дальше гейм овер будет мне кажется на корте да то здесь как бы я не знаю кто там половину осушил и как сказать как тут какой период без 200 грамм тут было вот так вот так было посуды был его максимум грамм 100 выпьешь и все дальше потом я счетом ребятам своим коктейля привет я вам тоже отливан давал наверняка увидим обзор вас на него ну и соответственно то что мне осталось ну я чуть-чуть попробовал так перед тем как его мы давно уже перед буквально подпуском своим уже забыла сейчас конечно ровно помнил о себе напомнил он до себя очень даже резко и круто мощно жарко при мне рекомендовали его взять я не знаю решать вам друзья стоит он не дешево вообще я заметил что очень не дешево до 12-летнего виски мы еще можем себе позволить даже бренды там у виски да да родна солны многие могут позволить себе по цене еще терпимо но как начинается от 15-летнего в 15-18 лет 20 там за 20 лет я уже даже просто молчу там уже цены настолько неподъемные что даже говорить нечего но вот этот виски он просто для меня на данный момент то что я не пробовал и не любитель виски для меня это просто вау просто реально вау такого я не пробовал вряд ли еще попробую но не буду загадывать но хорош однозначно хорошие шотландские виски вот это просто это просто нечто однозначно стоит попробовать здесь есть возможность у вас его пробовать здесь нет возможности но может кто-то поможет он с отливантом как мне андрей андрей спасибо тебе большое настоящий друг самый замечательный и бокальчики мне подогнал копейки тоже этих много мощно пожалуй на этом закончим дальше продаем дегустирует наслаждаться разбираться в нем спасибо что смотрите друзья до новых встреч пока пока пока